Мы обследовали 12 бульваров детально и несколько бульваров еще в других уральских городах рассматривали. Причем бульвары, которые мы рассматривали, конечно, надо было бы к нам привести, как они расположены, а расположены они буквально во всех административных районах города. То есть это и север, и юг, и запад, и восток города, и ближе к центру, и на периферии. То есть все условия были разнообразны, поэтому они в целом, в общем-то, не минируют друг друга. Ну, мы тоже сделали классификацию бульваров. А, кстати, на заставке, как хорошо выглядит бульвар на проспекте Ленина. Да, я первый раз, когда посмотрела, сделала эту фотографию, думаю, ну, прям как будто они у нас в городе. Ну, потому что очень эффектно он выглядит, с новым вот оформлением, против которого, кстати, я сначала не очень к нему относилась. Ну, вот хорошо выглядит, что скажешь? Если хорошо, то хорошо. Оформление хорошее, но там ведь у нас, видите, получается, оно все выполнено в стиле историческом, классическом 19 века, и решетки, ограждения. А скандита у нас, к сожалению, что в западной, что в восточной части, они же все в стиле хай-тек вообще. Ну, тут есть, конечно, тоже свои причины. Значит, мы классификацию бульваров таким образом поделили по времени, по периоду их создания. Исторические бульвары, у нас таковых два бульвара, Верхесецкий и бульвар на проспекте Ленина. А если вы лекцию слушали первую Наталью Владимировну Кайзер, то она говорила, что было еще два бульвара, которые утеряны. А вот Верхесецкого бульвара у нас в прошлом году, да, в прошлом году 200 лет исполнилось. Ну, вот не отметили этого униката. А это ведь вообще-то возраст очень значительный для нашей зоны. Это не Париж, как в Версале, я рассказывала, вчера только говорила, что это. Ну, первые посадки на территории Версальского парка были не очень удачные. И уже через 150 лет они пришлось зарегулировать. Это случилось, конечно, просто фантастически для наших условий, для нашего города. Ну, вот этому бульвару 200 лет, и что от него осталось, конечно, мало что. Дальше бульвары середины 20 века. Середины 20 века мы рассматривали на Уралмашу бульвар Культура. Бульвар Сидова на Сорфировке, Григоедова на Кимаше. Бульвары второй половины 20 века – это Панира. Волгоградская, Осадская, мой любимый бульвар, Инженерная и Това. То есть, видите, в разных частях города. Из современных, вот два бульвара мы только нашли, имени Малакова и Тбилисский. Оба в районе Баталии.